Раньше жителям села Аргаш приходилось лечиться в ветхом деревянном здании. Протекала крыша, отопления не хватало. Глава Труслейского сельского поселения Сергей Леонов предложил медпункту переехать в другое здание. Идею местные поддержали не только голосом, но и руками. И вот освободившись из помещения, мы начали готовиться непосредственно под фарм. Ну, работы, конечно, там было много, очень много. Ну, представьте, пустое помещение. Это стены. В 1964 году у нас сельский дом культуры, можно сказать, все сделали вид, вы видите, какой. Как бы очень много здесь приняли участие в этих работах. Это жители села как раз и мыли, и стерлили. Конечно, прежде всего, я считаю, что заслуга – это жители села. Когда-то в этом крыле местного дома культуры была библиотека, но ее перенесли в холл. В будущем ФАПе покрашены стены, уложен новый линолеум, установлена сантехника и сделано отопление. В поселке проживает почти 400 человек, и для всех важно получать медицинскую помощь рядом с домом. Мы осмотрели совместно комиссионное помещение, распределили площади. И в настоящее время практически завершен ремонт и планировка помещений под размещение фельдшерского акушерского пункта, где мы сейчас с вами находимся. После передачи помещения в безвозмездное пользование Индинской районной больницы пройдет процедура лицензирования, и мы будем здесь работать и оказывать медицинскую помощь населению села Аргаш. Сейчас готовится документация о передаче помещения медпункта в Индинскую районную больницу, и уже к сентябрю фельдшеры начнут работу по оказанию неотложной помощи и даже вакцинации. В целом из бюджета Ульяновской области в 2021 году для Индинской районной больницы было выделено 16 миллионов рублей на ремонт хирургического и на приобретение медицинского оборудования 15 миллионов рублей.